РАДИО СВОБОДА 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 Нам без конца показывают Не знаю, это нужно Фоторобот человека, подозреваемого во взрыве Но никто не показывает нам Фоторобот, его пока нет Того, кто совершит следующий взрыв У всех из нас мысли это преследуют Мы все находимся под угрозой взрыва Скажи мне, насколько велика эта угроза Насколько она, на мой взгляд Ставит людей в тяжелое положение И кто за это отвечает? Отвечает тот, кто Публичный и на весь мир Взял на себя ответственность А именно наш президент Гарант Прежде всего он А также, я думаю, каждый из нас Я не слышал, чтобы он брал ответственность за взрыв За все, что происходит Вы знаете, у нас уже есть сообщение на педжер Вопрос Юрию Корякину Каково ваше отношение к чеченским событиям И какой выход вы видите, пишет Елена Вы знаете, мы Елена, может, нас извини, потому что мы Идем к этому как раз разговору Мы будем от этого касаться Потому что, в общем, правление Путина Началось взрывами на Каширке Заканчивается взрывом на Павелецкой При этом президент Вот в том заявлении, о котором ты упомянул Говорит, что они намерены вести переговоры с террористами То есть это, видно, так сказать Ну Не входит в его нравственные правила Ты очень часто обращаешься к Достоевскому Я взял у тебя статус Достоевского Недостаточно определять нравственность верностью своими убеждениями Недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям Надо еще бесперерывно возгружать себе вопрос Верны ли мои убеждения Что ты по поводу убеждения Скажешь по поводу убеждения Владимира Владимировича Не вести никаких переговоров с теми, кого мы называем террористами Я решил немножко переменить сценарий И начать не с ответов на вопросы А с задач вопросов Ничего себе Вот Главный вопрос, который меня мучает Все последние годы Это вопрос следующий Что вы скажете о стране О государстве О народе В центре столицы которой Стоит мавзолей человеку Которому принадлежит В своем роде гениальная в кавычках фраза Всякий боженька есть труположество Задумайтесь на секунду Насчет эстетичности Образности Художественности Цитаты Всякий боженька есть труположество И вот ходят И Зюгановы И не Зюгановы Ходят Молятся со свечками А я им советую И батюшке Нашему сказать И себе Сказать Я иду к тому Кто Сказал Всякий боженька Есть труположество Я утверждаю Немножко знаю историю атеизма Такого еще Сказано не было За все время Антихриста Это Подлинный Настоящий Наш пока А герб Еще Плюнуто было В лицо Народу Православному Русскому Прежде всего Всякий боженька Есть труположество Так Так вы Когда молитесь Там Со свечками Стоите Вы шепните Патриарху Шепните Который кстати Выступил против Того чтобы Содержать там Это Остатки этого тела Без мозгов И без остальных Внутренних органов Так И тем не менее Его не послушали А у него Не хватило Характера Настоять на своем Аввакумовского Характера Тихоновского Характера Не хватило Характера Я Это Вижу Мы все это Видим Вот что Для меня Символ Второе Я хочу чтобы Все россияне Все люди Которые меня сейчас Слушают Еще и еще раз Запомнили На мавзолее Написанном Ленин Нужно приписать Цитату Золотыми буквами Всякие Боженька Есть Трупа Ложества До такой Мерзости Еще Никто Никто Никогда Никогда Ни один Атеист Не доходил Я прошу Вспомнить Еще одну Цитату И тоже Ее можно Я против Ликвидации Мавзолея Это Это памятник Навсегда Должен Остаться Так Там Нужно Еще написать Другую Цитату Взять Ее Скажем Газету Правда Вместо Пролетарии Всех стран Соединяйтесь Всякий Я цитирую Дословно Всякий член Партии Должен быть Агентом ЧК Это дословная Цитата Так Это можно Напечатать На Лубенке В чем твой вопрос Как вы к этому Относитесь Мои Соотечественники Я отношусь к этому Точно так же Как Вместе С другими Народными Депутатами Первого Съезда Народных Депутатов СССР Аплодировали Тебе На этом Первом Съезде Когда ты Выступил И предложил Убрать С Красной Площади И освободить Музовей Это было Твое Предложение Оно было Одно из Первых Раньше Вроде Где-то в печати Мак Захаров Об этом Писал Но ты Уступал На съезде Значит С тех пор Прошло Сколько Лет Двадцать Почти Уже Да Пятнадцать Но все остается По-прежнему Я не мистик Я не Агитирую Ни за Религию Ни против Религии Я считаю Что религия Это Лона Культуры Всей Во всех Странах И пяти Континентах Мира Так И без Религии Лона Культуры Из религии Возникла Культура И когда нам Говорил Он же Говорил о том Что нужно Владеть Культурой Помнишь Комсомольцам Он всем говорил А начал с того Что сначала Подложил Бомбу Под Храм Христа Спасителя Сталин Только нажал Кнопку Чтобы Взорвать Так Без Религии Не может Быть Нравственности Достоевский Сказал Что Нет Бога Все Дозволено И К вашему Сведению Может быть Даже К вашему Сведению Людей Знающих Больше Чем другие Профессионально Ведь Вначале Коммунистический Манифест Начинался С того Что Основа Всякой Критики Существующего Строя Это Ликвидация Бога Что это означает Внутреннее Психологическое Бога Нет Все Дозволено Это Значит Освобождение Себя От всех И всяких Оков Нравственных Я имею Ввиду И еще Последний Вопрос Мой Вопрос Последний Я Долго Над ним Думал Десятилетиями Даже Так И сначала Думал Совершенно Неправильно Вот И сейчас Чуть-чуть Дохожу До правильности Я думал Почему Ленин Так Ненавидел Достоевского И вдруг Узнал Почему И вдруг Узнал Как он Любил Сейчас Это опубликовано Как он Любил Обожал Нечаева Он Ненавидел Беса Достоевского Потому что И разбил Это зеркало Потому что Увидел Свой портрет А Нечаева Любил Потому что Увидел Свой портрет И не разбил Его Ну видишь В отношении Любви К Нечаеву Вопрос Очень спорный Потому что Он совершенно Не спорный Минуточку Если посмотри 55 томов Ты ни одного Упоминания О Нечаеве В 55 томах Ленина Не найдешь Есть Воспоминания Бодж Бруевича Который не раз Грешил Против истины Что Ленин Любил Нечаева Я не думаю Что я плохо Относился К Нечаеву Скорее Ты прав Ну Я же хочу Сказать о другом Ты Говоря о твоих Вопросах Насколько ты мне Рассказывал Сейчас ты ведешь Спецкурс О том Как Спецкурс Который посвящен Теме Механизм Переменной Убеждений Что ты Исследуешь Как Меняются У людей Убеждения Да Поэтому Есть за 20 лет Несмотря на То что мы так Горячо поддержали Твое Предложение На сесть Народных депутатов Несмотря на то Что уже много раз Это говорилось Это не происходит Ну не происходит Наверное Надо думать О каких-то Убеждениях Людей Которые Ведь вряд ли сказать Стоит один Генсек Нынешний КПРФ И охраняет Путь Мазолей Есть достаточно Много людей Которые Относят Иначе Я хочу Ее просто Напомнить Когда Первый раз 7 ноября Пошли протесты Противопразднования 7 ноября Наш покойный Друг И любимый Наш друг Лен Карпинский Говорил о том Когда вы протестуете Против Праздника 7 ноября Подумайте А может вы одновременно Оскорбляете Чувства других людей Которые хотят Иметь праздник Я не хочу Ни в коем случае Оскорблять Чувства И религиозных И нерелигиозных А я не собираюсь Оставить Вопросы Речь идет О том Что мы Не вдумаемся В самое простое Что только есть Повторяю И не устану Повторять Есть ли человек Который еще Взывает к культуре Говорит что Всякий боженька Есть труп Положество Какая Какая художественная Какая эстетика Какая образность Какая Какая мерзость Так И эти люди Стоят Крестятся И свечки держат Пускай Они каждый раз Есть такая притча Не думай о белом медведе Знаете Для чего она придумана Эта притча Не думай о белом медведе Потому что Если ты скажешь Что не думай о белом медведе Ты будешь о нем думать Вот я предлагаю всем Кто так поступает Все время Говорит тебе Не думай о белом медведе Не думай Что Боженька Всякие есть Труположества Так И может быть Это хотя бы Отчасти Повернет мозги людям Напомню Напомню Что ваши приемники Настроены На волну Радио Свобода В эфире Передача Поговорим с друзьями Россией В московской студии Автор-ведущий Егор Яковлев Сегодня у него в гостях Философ И публицист Юрий Карякин У нас здесь Сообщение на пейджер Самую жестокую борьбу С христианством Вели вовсе не социалисты А либералы и демократы На западе В частности Во Франции Так что Бесовщина О которой говорил Достоевский Это либерализм Пишет нам Василий Что скажете Скажу Что Ни один француз До такой Бескусицы Помимо всего прочего Насчет Труположества Не договорился Я думаю Что мы перепрыгнули Вся Франция Вместе взятая Я должен сказать Нью-Йорк Конечно Если это никак не в обиду А наоборот Уважение к тебе Есть люди Чьи слова Входят в жизнь И потом повторяются Десятилетиями Юрий Федорович Карякин Один из таких людей Он выступая На вечере Платонова За что Исключался КПСС Сказал В адресе Тех Кто пытается Вернуть Сталина Черного Кобеляня Отмоешь до бела Живет до сих пор Все об этом знают Он выступил Вот с выносом Ленина Из Мавзолея Будучи На На вечере В Кремле Во время выборов По-моему Были третий выбор У нас Не ошибаюсь В первую Сазово Дума Да Первый Третий выбор Вот И услышал о том Что Жириновский Занял третье место И целовался С Зюгановым И целовался С Зюгановым Он подошел К камере Сказал Россия Ты одурела Что тоже Долго вспоминали И вспоминают До сих пор А я хочу Теперь попросить Тебя Перенестись Немножко А что Надо сказать Когда сегодня Единая Россия Захватила Всю Думу И все Комитеты Что теперь Ты скажешь Когда я говорил Те слова Они были Вырваны Из контекста Потому что Я сказал Неужели Вы Люди Которые Проголосовавшие За Жириновского И Зюганова Неужели Вы Думаете Что проголосовали За них Такие люди Как Сахаров Солженицын Иванов Иванов Аверинцев Неужели Они Проголосовали Это ли Действительно Ум Честь И совесть Настоящие Людей Вот Контекст Какой был И дальше Россия Ты одурел А дальше Была Россия Ты одурел Так Сейчас Запоминает Самое острое Ты запомнил Труболожество Из всех Высказываний Антирелигиозных Владимир Ильич О которых Пруд Ты запомнил Труболожество Все запомнили Россия Ты одурел А вот Я хотел Чтобы запомнили Все Что религия Это труболожество И это Плюнуто Россией В рожу Это Плюнуто Россией Православной В рожу И Россия Умылась И до сих пор Умывается И ходит Молиться Туда Юрий Федорович У нас есть Еще одно Сообщение На пейджер Жукова Людмила Николаевна Спрашивает Как вы Относитесь К тому Что Владимир Владимирович Путин Подсказал народу Кто совершил теракт Я не Просто Информирован Чисто Просто Неинформирован Так Егор Владимирович Вы как Относитесь К этому Ну я считаю Что Там Достаточно Много Сомнительных Моментов В этом Заявлении Видя Сегодня Уже На вашей станции Митрофанов Толковал Что Путин Намекал На Тех Олигархов Которые Сегодня Прижаты К стенке И что Они начинают Что Они могут Совершать Подобные Теракты Если Президент Дает Возможность Митрофанов Так Толковать Свои выступления То Его выступления Для меня Глубоко Сомнительны Для меня Еще более Глубоко Сомнительны Потому что Он Гарант Не имеет Права Предварять Предварять Ответ Что Бог что Он знает Ответы На все Вопросы Он Не знает Наверное Ну Кое В чем Разумеется Знает Больше Чем мы Но он Не знает Ответы Еще Ну Видимо Мы же Не очень Скотищем Честно говоря Ответ Буквально Через 10-15 Минут После После первого Сообщения Пошли Разговоры О том Что Это Теракт И что Это На уровне Что Это Взорвал Террорист Террорист Ну У нас В этом Пройден Большой Путь Если Что Надо Дороговики Сказ К Взрыву Подземки Вспомним Всю историю Сюкосов Последнее Время Сказ Выносится Сказ Точно Так же Хорошо Сказ Значит Давайте же Определимся Что же Случилось С Россией Одулела Она Или нет Отдав Всю Думу Единству Или Проще Говоря Портелость А что Вы хотите Получить От России Которая Которая За 70 Лет Выкорчила Вековые Леса Вековые Леса Они Веками Растут Плодоносные Леса И никаких Подселков Так сказать Не было Не подсаживались Кроме Карьеристских Каких-нибудь Еще Комсомольско Карьеристских Откуда Вы можете Взять Людей Которые После этого Одурения Сразу же Все поняли Не надо Спешить Не надо Спешить Я вам Могу Расскрыть Одну Тайну Однажды Ко мне Приехал Один человек И сказал Знаю уже Мои предыдущие слова Насчет Ленина Что Ты Особым Образом Приглашен На вынос Ленина Из Мавзолея Ночью Я сказал Что вы Делаете Что Это был момент Лет 8 назад Что вы делаете Простите Господа Взорвете народ Зачем Это делать На волнах Радио Свобода Вы слушаете Программу Поговорим С друзьями России В московской Студии Автор-ведущий Егор Яковлев Сегодня у него В гостях Известный Российский Публицист И философ Юрий Корякин А сейчас Мы ненадолго Прервемся Чтобы послушать Краткую Сводку Новостей Илон Маск Еще только Запускает Свои спутники А мы Уже В космосе Кристально Чистый Сигнал Доступен Со спутника Эуталсад Ходберт Подробнее В разделе Как слушать На нашем сайте свобода.org Слушайте Радио Свобода В эфире Архивный проект Радио Свобода На этой неделе 20 лет назад У микрофона Иван Толстой Поговорим С друзьями О России В гостях У Юрия Яковлева Публицист Юрий Корякин Здравствуйте Виктор Из Ленинградской области Очень приятно У меня вопрос такой Значит Вчера Было очень большое Сообщение О группе Портос Общественной организации Двух членов Которой Именно за их убеждения Как говорил вчера Господин Григорианцев Фонда Гласность Мало того Что их продержали В тюрьме В следственном изоляторе Их еще И как Брежневское Замечательное В кавычках Время Поместили Принудительно В психиатрические Лечебницы То есть Я хочу сказать Что вот сейчас Похоже Мы Не считаете ли вы Что мы возвращаемся К тому Что было К преследованиям За убеждения Вот И как вообще Вы к этому относитесь Считаете ли вы Что что-то с этим Можно сделать И что нужно с этим сделать Спасибо Егор Владимирович Юрий Федорович Вы понимаете Простите Такую аналогию В 80-м году Я уезжал В Камбоджу Где только что Сняли Сняли Полпота Выгнали Да Вот И меня уже Я перешел Границу Нашу Тут И ко мне подошли Я в составе Очень представительной Делегации был Ко мне подошли С вопросом Корреспондента Как вы относитесь К Афганистану Вторжение В это время Произошло Я уж не совсем Так сказать Глупой человек Что ли Я понимал Где я нахожусь Что я нахожусь Уже за границей Я сказал Что я не могу Вам ответить На этот вопрос Потому что Меня уже Сто раз Обманывали И я Сто два раза Верил Поэтому Я сейчас Этому не верю Поэтому Ответа Конкретного Такого Или нет Что там было Как было Подделано Было Не подделано Кто эти люди Конкретные люди Видел я их Я видел вчера Эту передачу Этих девочек Если Они прибегали К этим Должно быть Доказано Методом Их самих Нужно пороть И кстати говоря Чтобы не упустить Мысль Она Вроде бы Ни к селу Ни к городу Я вдруг Придумал Высшую Меру Наказание Зюганову И Жириновскому Я думал Думал И наконец Придумал Знаете Какую Очень просто Дать им Царская палата Так Посадить На два года Туда Снабжать Всем Чем хотят Так И чтобы Один читал Свои сто томов Которые он Якобы Написал Вот С утра До вечера Читал Свои сто томов И второй Они же доктора Еще философских Наук Это же ум Непостижимый И второй читал Свои двадцать Томов После этого Мы бы Получили бы Изумительный Эксперимент Научный Превращение Якова Яры Коммунистов Или там Анти В обратное Они бы Они бы Обалдели Ошалели От самих себя Поговорим с друзьями О России В гостях у Юрия Яковлева Публицист Юрий Корякин Впервые в эфире Восьмого февраля Две тысячи четвертого года Говорит радио Свобода Мы продолжаем передачу Поговорим с друзьями О России У микрофона Вероника Баде В московской студии Автор ведущий Егор Яковлев И его гость Известный публицист И философ Юрий Корякин И у нас есть Сообщение на пейджер Пишет нам Нина Ивановна Правда вот город Она не указывает Откуда она пишет Стопроцентно уверена Что Масхадов Действительно Не имеет К теракту Отношения Среди нас Называющих себя Славянами Хватает Нелюдей Отморозков И просто шестерок Последние примеры С Еленой Трегубовой И Рыбкиным Нина Ивановна Я должен сказать Что Как раз Вы возражаете Практически Против того О чем говорил Юрий Федорович Потому что Стопроцентно Заявляю Что вы уверены Что Это не имеет Отношения К террористам Допустим Чеченскими И так далее Я бы не стал На вашем месте Я например Хорошо знаком Масхадов Больше того Я с ним долго Беседовал И отношусь Как человеку Достаточно серьезному Тем не менее Говорит стопроцентно Что он здесь Ни при чем А кто-то Другой при чем Я бы не стал Это делать Мы этим Приносим просто Вред Поиск Поиск истины Но я хотел бы С новостями Закончить наш разговор Который мы начали С Юлием Федоровичем По поводу Захвата думы Единством Крайне левыми силами Речь идет о чем Что мы можем Сегодня ждать Дума еще Толком не начав Работать Уже успела Прокричать Что Президенту Надо дать срок Не тот Который определен Конституцией А пересмотреть Конституцию И сделать срок Семь лет Это практически Первое Предложение Новой Думы Какие отсюда Возникают у тебя Мысли О судьбе И в развитии Гражданского общества В России Вот В ближайшие 4 года Я поступлю Очень нескромно Когда я был Кандидатом В депутаты Еще Дальше Верховного совета У меня Насколько я почитал Было У единственного Предложения Выбрать нас Не на 5 лет Потому что Возраст Не тот Подбор Не тот Случайный Довольно А взять на себя Обязательство Продержаться Там не больше 3 лет Чтобы нас Никто не заподозрил Что власть Для нас Средство Либо обогащения Либо карьеры И так далее Да Еще при отсутствии Опыта Зал Обхохотался Это всем Показалось Смешно Когда Тогда же Я предложил Что когда Михаил Сергеевич Сказал Что Процитировав Достоевского Что Дескать Россия Отличается Всемирно Исторической Отзывчивостью Я предложил Чтобы Зал Встал И Во имя Всемирно Исторической Отзывчивости У нас 14 тысяч Там погибли Так Афганцев Миллион Что у Афганцев Не было Детей Матерей И так далее Зал Обхохотался И что Ты хочешь сказать Я хочу Сказать Этим Что Новый Верховный Совет Или как Он там Называется Новый Да Он занят Не делами Народа Не делами Главными Он не понимает Он не понимает Того Что мы Вообще Все Не туда Летим И Россия И мир Все Не туда Летим У нас Извините У нас Есть звонок Слушателя Здравствуйте Представьтесь Пожалуйста Вы в эфире Здравствуйте Ирина Москва Очень приятно Прошу 30 секунд Меня не перебивайте Вот Господа Вы сейчас Говорите Все об одном И том же О перезахоронении Ленина Ну я с вами Согласна Он должен быть Предан земле Но зачем Муссировать Эту тему Ведь дело в том Что вот такие Как Егор Владимирович Яковлев Они же Нас обучали Любить Ленина Понимаете И есть действительно Люди Для которых Это будет Трагедия Прошу Прошу вас Господа Ответ вам Такой Поймите То что я Сейчас говорю И поймите Это Ну если хотите По тону По ладу моему Что то что я Говорю Я не Изобличаю И не Обличаю Кого то Поймите Мой Говор Как Как признание Моего Соучастия В тех Вещах Не физического Но пускай Платонического И поймите Это как Покаяние Мое Понимаете И без этого Покаяния Я не мистически В этом убежден Без покаяния Без убрания Главного Как его там Этого Атеиста Это звучит гордо Еще можно так сказать По горькому Так Но чтобы Брякнуть Такое Чудовищное Что Боженька Есть Труположество То есть Культура Труположество Он же что Он не Он не отдавал себе Отчеты в этом Деле Поэтому я не Увожу вас От этого Не ухожу От ответа А наоборот Прихожу Мы не туда Летим Я убежден И может быть Это самое главное Мое убеждение Ни черта Ни у кого Не получится Пока мы не поймем Что человечество Впервые стало Смертным Всецело Смертным И всецело Объединенным Оно не Спасется У нас есть Еще один Звонок В студию Я хочу Ответить Даме Которая Обращалась К Юрию Федоровичу Понимаете У каждого Болит свое Вот Вы говорите Что для Для кого-то Вынос Тело Изменения Память Ленину Вызовет боль Ну У Юрия Федоровича Болит Друг Своё Он Наоборот Сказать Не может Пережить До сих пор Что Ленин пользуется Определенным Так сказать Ну Пикет Мне как хотите Поэтому Здесь Каждый Говорит Как думаете И то что у него То что у него Болит Пожалуйста Итак у нас Еще один Звонок Здравствуйте Мы вас Слушаем Алло Да да Я хотела бы Сказать Товарищу Корякину Что в центре Парижа Покойники Знаменитые Лежат Выше уровня Земли А в Италии Мумии Выставляются Всеобщее Обозрение И все это В конце концов Ерунда А дело в том Что этот покойник Обладал властью Конечно не такой Какой Путин Но достаточно Большой А когда Говорят Что вот Нужно Заняться Вот какой-то Ерундой Мне абсолютно Не говорят Вы никто Не говорите А кто будет Это делать И вообще У меня такое Впечатление Что все Приглашенные На радио Свобода В последние годы Приглашаются Только для того Чтобы сказать Что наш народ Дерьмо Вы крайне Крайне Ошибаетесь Я вам Дам одну Справку Я вот Подсчитал Что у Пушкина Патриотизм Слово Употребляется У него Гигантский Словник Шесть раз А у Какой-нибудь Газеты Завтра Или там Еще Какой-то Тысячи Раз Не от этого Зависит Речь Зависит Речь идет Вот как раз О Боли А Совсем Об Изобличении Нельзя Богохульца Ставить В центре Страны Великой Богохульца Который Повторяю Наплевал Народу Православному В глаза Истребил Девять десятых Его Святынь Вот о чем я говорю Снова Слушатели у нас На линии Здравствуйте Пожалуйста Представьтесь Вы в эфире Здравствуйте Вячеслав Васильев Очень приятно Мы вас слушаем Вы знаете Я хотел ответить На вопросы Которые Юрий Федорович Задал Слушателям Вот по первому Вопросу Я для себя Давно выявил Что пока Ленин Лежит в мавзолее То мы значит Все в общем В итоге Ну ничего не поняли Что с нами Произошло Какие объективные Там природные Законы Были нарушены И поэтому Никакого движения Вперед-то и не будет То есть пока лежит Ну так и будет Все вот Ничего не поняли люди Вот А второе Вот насчет того Что нравственность Так вытекает Из веры Так Ну вот я допустим Сколько ни пытался Не могу поверить Что я умру Меня воскресит Кто-то Я распадусь На фосфор Кальций И так далее Но это не значит Что я хуже человека Который во что-то верит Я действую Под нормам морали И права И нисколько я его Не хуже И ничего Понимаете Юрий Федорович А вот знаете Я с вами внутренний Совершенно согласен У нас тут спора Я нравственного Умственного Никакого не вижу Мы бы с вами Очень хорошо Поговорили бы об этом И уточнили бы Наши позиции Я с вами согласен Напомню Было очень большое Сообщение О группе Портос Общественной организации Двух членов Которой Именно за их убеждения Как говорил вчера Господин Григорианцев Фонда Гласность Мало того Что их продержали В тюрьме В следственном изоляторе Их еще И как Брежневское Замечательное В кавычках Время Поместили Принудительно В психиатрические Лечебницы То есть Я хочу сказать Что вот сейчас Похоже Мы Ну вот не считаете ли вы Что мы возвращаемся К тому Что было К преследованиям За убеждения Вот И как вообще Вы к этому относитесь Считаете ли вы Что что-то с этим Можно сделать И что нужно с этим сделать Спасибо Егор Владимирович Юрий Федорович Вы понимаете Простите Такую аналогию В 80-м году Я уезжал В Камбоджу Где только что Сняли Сняли Полпота Выгнали Да Вот И меня уже Я перешел Границу Нашу Тут И ко мне подошли Я в составе Очень представительной Делегации был Ко мне подошли С вопросом Корреспонденты Как вы относитесь К Афганистану Вторжение В это время Произошло Я уж не совсем Так сказать Глупой человек Что ли Я понимал Где я нахожусь Что я нахожусь За границей Я сказал Что я не могу Вам ответить На этот вопрос Потому что Меня уже Сто раз Обманывали Я сто два раза Верил Поэтому Я сейчас Этому не верю Поэтому Ответа Конкретного Такого Или нет Что там Было Как было Подделано Было Не подделано Кто эти люди Конкретные люди Видел Я видел Вчера Эту передачу Этих девочек Если Они прибегали К этим Должно быть Доказано Методом Их самих Нужно пороть И кстати говоря Чтобы не упустить Мысль Она Вроде бы Ни к силу Ни к городу Я вдруг Придумал Вышшую Меру Наказания Зюганову И Жириновскому Я думал Думал И наконец Придумал Знаете Какую Очень просто Дать им Царские палаты Так Посадить На два года Туда Снабжать Всем Чем хотят Так И чтобы Один читал Свои сто томов Которые он Якобы Написал Вот С утра До вечера Читал Свои сто томов И второй Они же доктора Еще философских наук Это же ум Непостижимый И второй Читал Свои Двадцать Томов После этого Мы бы Получили бы Изумительный Эксперимент Научный Превращение Якова Ярых Коммунистов Или там Анти В Обратное Они бы Обалдели Ошалели От самих Себя Влечь бы Правда Были в Виссарских Палат Но Семьдесят лет Читали одно и то же И обалдели Я Не обалдели Об этом хочу С тобой поговорить Потому что Ты сейчас сказал Что Многие вещи Которые происходят В том числе Вот То что Единство Захватило Думу И все Комитеты Левые Практически Крайне Левые Силы Ты говоришь А что может быть Другое Когда столько Народа Выкашено Выбито Погибло В силу Диктатуры Скажем Ну конечно Откуда Минуточку А откуда Скажем На первом съезде Депутатов То что у меня Осталось в памяти Появилось Такое Невероятное Количество Талантливых Людей Я совершенно Когда я Пришел В зал Что я ожидал Скать Блицательное Выступление Первое Блицательное Выступление Собчака А сколько Было других Таких же Ярхих Выступлений Ты Пробыл Десять лет В президент Совете Борис Николаевич Ведь Борис Николаевич Тоже Рос В этот Период Общей рубки Расскажи Какие ты Считаешь Сегодня Черты Характера Бориса Николаевича Ценные Именно для Сегодняшнего Времени Когда идет Заметный Отлив Всех Демократических Устоев Ну Это Задача Для Сократа А не для Корякина Но я думаю Пускай на меня Борис Николаевич Не обидится Я повторяюсь Потому что Мне задавали Этот вопрос Как-то В Испании Я сказал Я действительно Сидел с ним Десять лет Почти рядышком Так За эти Десять лет Я сумел Сделать Знаешь Сколько Два Три Просто Хороших Маленьких Дела Чисто Исправить Какую-то Несправедливость Просто Потому что Сидишь рядом И напишешь Записку И Исправить Какую-то Справить Какую-то Справедливость Все остальное Гасло Но Ну Есть такое Не слишком Эстетическое Понятие Понимаешь Такой Чугунной Бабы Чугунная Баба На корабле Который Мотает Влево Вправо Мотает То Фашизм То Нацизм То В коммунизм То еще Черт Куда Так Вот Он был Слова Александра Исаевича Которые Я слышал От него Так сказать Ну Типичный Русский Человек Он был Вот этой Этой Чугунной Какой-то Весомостью Что ли Которая Все равно Не позволила Нам Перевернуться При всех Грехах О которых Я знаю И о которых В отличие От Его помощников И Костикова И Коржакова Говорить Не буду Но Это Фигура Да Еще хотел Одну Вечер Это Мне Напомнил Мы стояли Это было еще Самое Начало Перестройки Мы стояли На грузовике И как бы Все равные Андрей Измельнич Сахаров В Лужниках Сахаров Адамович Юра Анатьев Борис Николаевич И все Прочее Я подошел Борис Николаевич Впервые Публикую Эту государственную Тайну Так Народ 1100 Кричал Уже тогда Кричал Горбачев Президент Я подошел Борис Николаевич Горбачев Президент Горбачева Еще май был Май 89 Я говорю Борис Николаевич А если бы вы Стали генсиаком Вот вы бы Смогли Ну я что-то сказал Не совсем эстетическое Заварить кашу Так Имея ввиду Ведь приписали Горбачеву Фразу Новое мышление К вашему сведению Кто не знает Это фраза Эйнштейна и Рассела Это фраза Гениев 20 века Так Это был повтор Просто И попытка Ее притворения Нужно было Видеть Искренность Которая Способен Борис Николаевич Он сказал Примерно так Да помилуйте Ни за что Это мне бы В голову Не пришло Я констатирую Потому что Тут же рядом Со мной Стояли Андрей Дмитриевич И Покойная Олесь Так Тогда я задал Второй вопрос А А вот Площадь Кричит Ельцинов Президенты Он потупил Очи И сказал Ну Это как Народ захочет Это очень похоже Борис Николаевич Давайте послушаем Еще Звонок Слушателя Здравствуйте Анатолий Анатолий из Москвы Очень приятно Я хотел бы Спросить У Товарища Филосова Знает ли он Что древние Говорили так О мертвых Либо хорошо Либо ничего И еще Цезарь Когда победил Своих противников Он не разрушил Ни одного Памятника Ни одной статуи Зачем Вы трогаете Без конца Ленина И мавжолей Я вам Отвечу Оттуда же Поставьте Пожалуйста Памятник Гиммлеру Иберия Все ясно Еще один Звонок Здравствуйте Вы в эфире Пожалуйста Представьтесь Добрый день Мои имя Павел Привите Юрий Щедович Мои глубокие Уважения Но Я все таки Как то Вот так Не получается С вами Почему то Не согласен К сожалению Я Вы сказали Вот народ Православный Но ведь Как может быть Народ православный Крепостной Православный Вот в каком Чувствии Рождается Крепостной От крепостных В каком Чувствии К Богу Он рождается Как он чувствует Бога Как чувствует Бога Человек Который Им владеет Как чувствует Бога Человек Который Владеет Ими всеми И говорит им Всем ты И в этом, поэтому, и оказывается, то на Красной площади помещение, вот это здание, в котором лежит труп, и который являет собой труположество, и который являет боженьку собой. И второй там был, и второго вытащили, и вместе с тем потом были иные генсеки, и вот теперь Зюганов со свечкой ходит, тоже труположество, и наш президент осеняет себя крестным знаменем, это тоже некая странность, я бы назвал ее тем же. А скажите, а когда Александр Сергеевич выходил на дуэли, это не было этим же? Вопрос глубочайший, и я вам скажу, что есть такое слово, которое заменяет нам слово Бог, так? Слово – это совесть. Вот в народе, в любом народе, в любом человеке совесть живет. Она иногда называется Богом, тем или иным, это совершенно не важно. Вот эта совесть, эта прирожденность, врожденность, братство людей, все мы же все-таки братья, она живет, и она дает себя все-таки знать, понимаете? Еще один звонок у нас есть. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я бы хотел задать вот какой вопрос. Меня зовут Александр, я из Ленинграда. Как относятся господин Корякин и Игорь Владимирович к нашему современному, как бы я выразился, патологическому клирикализму? Постоянная демонстрация в средствах массовой информации, священнослужителей и прочего. Я бы посмел сказать так, я не сказал бы словами моего друга, я не дорос до чистой веры в Бога, я слишком грешен. Поэтому я и сказал, что я пойму, прошу понять, что это покаяние и чуточку искупления. Так, но совесть рождается только при встрече со смертью. Вот, пожалуйста, тихо подумайте об этом. Без смерти, без встречи со смертью не было бы нравственности. Отмените смерть, так, и будет, и люди взмолятся о том, чтобы им дали смерть, потому что они бы насовершили такого, чего еще и до сих пор не насовершали. Вот, поэтому неважно знание текстов и Евангелия. Россия была безграмотна до XVIII века, абсолютно. А в Бога верила. Это называлось так или иначе. А вот эта совесть врожденная, не исследованная еще даже научно, но исследованная гениально-художественная. Искусство давным-давно опередило науку в этом смысле. — Егор Владимирович, заключительное Ваше слово. У нас две минуты. — Все на все. Ну, разговаривать с Карякиным, не спросить, как он сегодня относится к Достоевскому, и чем он для него дорог сегодня. Это просто провести зря время. — Юрий Федорович, только очень коротко я вас говорю. — Очень коротко. — Вот для него. — Есть фраза, есть фраза, что Достоевский, наш современник, любит повторять эту фразу. Это одна из самых самообманных фраз. Нам расти, расти, расти и до Достоевского. Никакой Достоевский не наш современник. Никакой. Так же, что вы скажете, что Христос наш современник, что ли, сотворяет такие вещи? — Ну что ж, исчерпывающий ответ. Мне хочется еще на прощание привести два сообщения с нашего педжера к вопросу о совести. Добрый день, мне 70 лет, мы коренные москвичи. Ни я, ни мои дети, ни внуки никогда не были в этом могильнике. Понятно, что имеется в виду. И даже такого желания не возникало. Вопросов у детей и внуков тоже, соответственно, не было. Так что наша совесть чиста в этом смысле. Татьяна Васильевна. И второе сообщение, которое мне очень понравилось. «Господа, любите людей», — пишет наша слушательница по имени Инна. И, видимо, в этом ей видится выход из многих и многих сложнейших ситуаций современности. Программа «Поговорим с друзьями о России» подходит к концу. Сегодня в гостях у Егора Яковлева был известный российский публицист и философ Юрий Корякин. Большое ему спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Надежда Перцева, продюсер Олег Львов, в студии вместе с Егором Яковлевым и Юрием Корякиным была Вероника Баде. Всего вам самого доброго. До новых встреч в эфире «Радио Свобода». В передаче «Поговорим с друзьями о России». Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Радио «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад.